Добрый день! Вновь с вами программа Интернетура, Андрей Бархатов и Марк Сандомирский. Сегодня у нас будет тема нами любимая, нами неоднократно уже истоптанная. Мы по этой теме уже, наверное, записали программы, ну, две или три, я точно не помню, и плюс в клинке в огромных количествах у них программ. Но любим мы концы. Сегодня мы опять поговорим о конце. Так ведь? Более того, думаю, начнем мы с того, а почему эта ткань от света неминуемо грядет, чем это мы его заслужили, и может ли случиться так, что конец света наступит преимущественно или в первую очередь, может быть, и почти исключительно в отдельно взятой нашей стране. О-о-о! Ну хоть что-то должно же наступить отдельно взятой нашей стране. Хотелось бы, чтобы то, что в нашей стране наступит, было хорошим. А сейчас-то речь идет о другом, о негативном. И повод поговорить об этом и задуматься об этом с течением, синхронизм, совпадение событий. В начале стоило только известному телевизионному ведущему Аркадию Мамонтову заявить на одном из известных российских телеканалов о том, что в последнее время в России всякого рода катаклизмы и природные знамения случаются. Что это все не случайно, что падение метеорита по Челябинскому, помните, Чебаркульский метеорит? Да, 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 камушек с небу. Да, мы обсуждали как-то. Да, да, да. Потому произошло падение этого небесного посланца, что в России начался рост численности сексуальных меньшинств. То есть людей, демонстрирующих греховное поведение, за грехи их и воздастся им, и кара небесная неиспослана будет. То есть это гомосейки на нас наслали. Да. Именно в такой форме, цитирую буквально, сказано следующее в эфире. Это предупреждение нам всем, что надо сохранять семью, традиции, традиционную любовь, или иначе прилетит не только Челябинский метеорит, а что-нибудь побольше. Да, то, что нельзя сейчас называть в прямом эфире, за что могут отобрать лицензию и так далее, да? Да, на то, что условно называется в народе медный таз и еще различные синонимы, так обязательно прилетит. Ужас какой. Но меня вот смущает другая фраза, вот это все время говорят про какие-то нетрадиционные сексуальные ориентации и традиционные сексуальные. А какие нетрадиционные? Потому что мы обратимся к традициям, предположим, к тому же Древнему Риму, так упаси Господь, по-моему, они как раз и есть самые нетрадиционные в теперешнем понимании. Какие нетрадиционные? Я не заблудился в этих ориентациях. Все зависит от того, какую систему ориентиров и ценностей, не только сексуальных, но и моральных, собственно говоря, избрать. Конечно же, в религиозно ориентированной, православной системе ценностей разного рода такие ориентации являются нетрадиционными. Но более того, не углубляясь в проблемы ориентации в ориентациях, что отдельная, конечно, тема, вот важно, я думаю, сосредоточиться именно на апокалиптических настроениях и ожиданиях. Ведь не случайно опытный телевизионный журналист погрозил всем, будете себя плохо вести, будете вот как неправильные мальчики и девочки, да, и тогда постигнет вас наказание свыше. Это буквально библейское же, Господи, то есть это как раз те самые православные традиции. Да, те самые Содом, Гаморра, потоп, опять же, был неспослан за грехи человеческие и тому подобное. И, понятное дело, говоря серьезно, нет реальной связи между сексуальным поведением людей, даже если таких нетрадиционно больше становится, и небесными астрономическими катаклизмами. Зато связь есть, несомненно, другая. Не только и политическая, и психиатрическая. А, психополовая политическая. Да, несомненно. Во-первых, есть связь между разного рода космическими катастрофами земного масштаба и отдаленным земным эхом галактических каких-то вот перетрясок и неадекватным поведением больших масс людей. На самом-то деле, ну, достаточно вспомнить предшественника Чебарскузского метеорита, тот, который взорвался в небе над рекой под Каменной Тунгусской, в 1908 году это было. Несколько годочков проходит, и на тебе мировая война разразилась, а там уже и 17-й год массовый безумный. И ход магнитных изменений на Луне и Солнце, которые влияют на разумы неокрепшие разных странных людей. Конечно. И поэтому та самая небесная ося, которую вы любите время от времени, Андрей, вспоминать, она, несомненно, грядет. Да, и наткнется. Точно, и наткнется. На что, не знаю, но наткнется. Годиков через несколько. Нет. Ибо, на самом-то деле, небесная ось одним своим концом закреплена в головах людей. Совершенно верно. Что, где концы-то? Она точно, вот, как кол засела в головах некоторых. Как конец. Нездравых умом граждан, совершенно верно, которые от этого страдают и о том же самом мечтают. Конец в головах сильно. Да, именно так. Ужас. Я прочитал эту картинку буквально вот ярко так вот. Совершенно верно. Да, для заядлых обитателей Рунета нет в этом ничего такого нового и оригинального, потому что выражение, оно еще со времен кощенитов, фимоз головного мозга. Да, это сильно. Да. Так это же про то же самое есть. Конечно. Есть такие люди. Сам встречал. И в интернете они особенно заметны. Понимаете, да. Ну, кроме вот такого подтекста, когда сначала с неба что-то падает, а потом по головам это как отраженное эхо ударяет. И мы этого дождемся, думаю, через 3-5 лет, несомненно. Как только очередные вспышки на солнце нас посетят. А пока сталкиваемся с мелкими неадекватностями поведения людей в интернете тоже заметными. С мелким бесом. Да. Вторая часть этой истории, так сказать, глобальная, а не только рунетная, всемирная, заключается в том, и Мамотов очень четко это подметил, он ведь погрозил пальчиком в определенное время, не весной, не летом, а вот именно в месяце ноябре, когда вообще говоря подходит. Ну да. Сезон, именно сезон подходит для очередного конца света. Ибо продажа идей о грядущем конца света, о неизбежных апокалиптических испытаниях, которые нам всем предстоят, уже становится традицией, из года в год повторяется. Мы прекрасно помним, что в прошлом году, где-то в то же самое время, дружно народ ожидал конца света, который должен был наступить по календарю безумных индийцев. Кстати, а в этом году мы когда все мурим? Сейчас. Сейчас. Наш подготовиться, запастись там. Наши слушатели уже, я думаю, перебирают списочек составлять, что надо закупить, чтобы подготовиться достойно. Да водку я буду сречу еще покупать, господи. Смотря каким будет этот ожидаемый конец, варианты. Что значит, каким будет этот ожидаемый конец? Эти темы запрещены уже, не надо вот каким-то. А может быть разным. Может быть это будет гиенна огненная. Ой. А может быть все-таки превратят на всех соляные столбы. Ой. Не знаю. Не хочу. Да. Так если у индийцев майя календарик заканчивался 21 декабря, то новая версия всемирного конца света, которую расшифровали нам британские ученые, знатоки скандинавского фольклора, они вычитали в собрании этого эпоса героических викингов, который именуется Старшая Эдда. Прямое указание на то, что конец света, который у викингов назывался Рагнарек, наступит или начнется 22 февраля 2014 года. Ждать осталось меньше 100 дней. 100 дней. Нужно еще успеть куда-нибудь съездить. Если это поможет. Не знаю. А вдруг там конца не будет? Ну, смотря с какой стороны подойти. Это точно. С одной стороны всегда конец есть, с другой всегда нету. И начнется на небесах битва между небожителями. И они тоже в этом будут принимать участие. Да. И в результате разразится кошмар. И весь мир буквально сгорит, горяя на все синим пламенем. Хотя потом возможно из этого пепла и возродится к новой жизни. С одной стороны, согласитесь, что-то есть в этих пугающих прогнозах. По крайней мере, конечно, делая скидку на то, что перевод, как правило, бывает не точен этих древних текстов. И британские ученые много чего туда домысливают и ведут себя, в общем-то, хуже блогеров обычных. Но кое-что в этом есть. Ведь для авторов этих древних прогнозов, прогнозы-то сбылись. Майя запрограммировали себе конец света. Они умерли. Да, таки он их постиг. Викинги запланировали конец света. Так и где те викинги? Как и от нас, они канули в небытие. Для них тоже конец света наступил. Причем здесь мы. В том-то и дело. Есть ли у нас что-то общее с индейцами майя и с викингами? Я не знаю. Для меня действительно вот этот вопрос. Кстати, а вот эта вот истерия, она вот только в России происходит? Или где-нибудь на других странах тоже люди, скажем так, страдают? Это именно тот самый вопрос, который должен поставить точку в конце над концом. О, Господи. И сделать его окончательным. Ибо, по всей видимости, то общее, что роднит нас с исчезнувшими во тьме веков майя, викингами и ныне живущими современниками, населяющими пока еще до 22 февраля, населяющими планету Земля, объединяет нас с ними склонность к неврозам, тревоге и депрессии, которая во времена глобального распространения и глубокого проникновения интернета приобретает такие масштабы, что никаким викингам и майя и не снилось подавно. То есть, ужас, если бы был интернет в то время. Если бы интернет был в то время, то, возможно, викинги не совершали бы своих туристических поездок на ладьях. А троллили бы по интернету. Запросто. Потомки викингов, их легко можно в рунете распознать. Как и потомки всех остальных, каких-нибудь угров и так далее. Меня на самом деле волнует другая вещь, кстати, о викингах, уграх, не знаю, и всяких странных людях. И я как-то понимаю, что у нас народ в большинстве своем, скажем так, ну, по крайней мере, себя считают и называют по статистике верующими в разные религии личностного спасения. Это либо православные, либо это, не знаю, как же, магометяне, либо там буддисты. Но все они религии личностного спасения, собственно говоря, имеют четкое представление о том, когда надо помирать, что надо помирать, и про какие концы света. Ну, опять же, исключая апокалипсис, который в Библии совершенно не так выглядит, и не об нем идет речь. Я, честно говоря, чуть хуже знаю Коран там и там Талмуд и все остальное, поэтому не знаю, что там с концами света. Но суть-то в следующем. То есть, как-то вот откуда все это чертово суеверие? И только оно в России? Или это весь мир сошел с ума с этими суевериями? Тогда зачем они вообще верят в какого-то из богов? С одной стороны, это проявление того, что называется парадоксальный человек. Современный человек парадоксален, поскольку у него в одной голове помещаются противоречащие друг другу начало и концы информации. Опять концы. Он может искренне верить в одно и одновременно с энтузиазмом и с пафосом поразглашает другое противоречащее первому. Это как коммунисты, которые ходят в церковь? Да, конечно же. Ну, или как олигархи, которые говорят о милости к ближним. И постятся. И, да, и о справедливости, и иногда защищают животных, может быть, нищим подают иногда. Не носят мехов. Конечно. А кроме асинтетических. Да. Это так же, как те героические женщины, которые борются, охраняя животных или заводят кучу домашних животных, потому что это заменяет детей, ибо к детям они относятся хуже, чем к животным. Это так же, как пропагандисты здорового образа жизни, которые поднимают тосты за здоровье. И убьют тебя, если ты ешь мясо. Да. Это так же, как адепты духовных практик, которые ищут просветление. И в этом им помогают травки и разные снадобия. Да, но они тоже логичны в своей жизни. Они же, как говорится, здоровый образ жизни идут. Они травки, как говорится, грибочки, жидкости, все нормально. Главное не перепутать, что, когда, с кем и сколько. Да. Парадоксальность – это одна из проблем современного человека. Точно так же ярко это проявляется в соцсетях. Вот, обратите внимание, сегодня человек одну точку зрения защищает, завтра противоположно. В долгих спорах, сетевых войнах, в этих холиварах, сначала непримиримые противники начинают с яростной защиты каждой своей позиции. Понаблюдайте, если они будут спорить несколько дней или даже недель, они придут к ровно противоположному, поменяются местами. Так это же темпы мутантов, собственно говоря. Да. И вот эта парадоксальность современного человека, конечно, замечательная питательная почва для расцвета всякого рода заблуждений. Опиум для народа хотя бы виртуально сегодня сильно востребован. И идеи о конце света, гибели всего сущего, просто самое то, что надо. Они расхватываются массами и дальше подвергаются классическому вирусному распространению. То есть, правильно ли я понимаю, что идея о конце света родилась из опиума для народа? Несомненно. Он и является одной из разновидностей этого самого опиума. Так же точно, как наркоман получает свой кайф, потребляя опиум, потому что на это время он отвлекается от реальности и утопает в алюзорном мире. Так же точно человек, который подсаживается на какую-то неадекватную идею, например, конца мира. Когда он этой идеей заполняет внутрищепное пространство, от реальности, особенно оффлайновой, он отвлекается, на некоторое время ему становится хорошо и спокойно. Ибо он перестает думать о реальных проблемах в действительной жизни. Или когда человек пытается создать некую глобальную справедливость, уходя от деталей, от сиюминутной, конкретной, применительной, адресной справедливости. Конечно же. И вы знаете, это ведь понятно, что бороться за счастье всего человечества в глобальном масштабе и установление диктатуры справедливости навсегда, навеки вечной гораздо проще, чем решать реальные проблемы отдельно взятых людей, хотя бы начав с себя самого. Особенно, когда ты точно знаешь, что такое хорошо для всех, когда ты конкретно знаешь, что хорошо для всех и хочешь сделать всех счастливыми. Таких людей много, тех, которые знают о том, что такое хорошо для всех других. И хотят сделать всех других счастливыми. Да, в отличие от себя. Потому что на самом деле, это люди глубоко несчастные. И то, что именно и может создать для них иллюзию счастья, попытка других людей сделать счастливыми, если уж себя самого не получается. Да, да, да. Это, собственно говоря, когда некоторые мамаши любят так измываться над детьми, чтобы воплотить в детях то, что самим сделать не удалось. Честью тоже ничего не получается. Но это очень смахивает на это. Да нет, обычно очень хорошо получается. И дети искренне начинают ненавидеть фортепиано, фигурное катание, балетные пуанты и тому подобные вещи. Количество ненавистников родительских мечт, если так можно выразиться, оно руками добросовестных, заботливых родителей приумножается. Да, и неважно, грубо говоря, кто является в данном случае проповедником. Люди ли, которые считают в религиозном смысле слова, как вот сделать всех счастливыми, во что надо верить. Или те политики, которые считают точно, какую надо вот сейчас вот проводить линию, чтобы сделать всех счастливыми. Или еще кто-то, да. Или вот те вот люди, которые сейчас, ну как мы говорим о конце света, тоже о нас, о всех заботятся. И один из вариантов позаботиться о всем человечестве сразу – предупредить людей об угрожающей им опасности, дабы они могли предпринять хоть какие-то меры. Если не к спасению, спасаться бесполезно. Да. То хотя бы к очищению души, чтобы встретить неизбежность с достоинством, правда? И без излишков. Да. И кроме материальной выгоды, которая может, конечно, присутствовать в этой пропаганде идеи конца света. Ну, в самом деле, это же нелепо сохранять какие-то активы, если все равно конец всему придет. Да, не лучше ли вот от них начать избавляться? Все равно война. Но я все-таки думаю, что гораздо большую роль в распространении слухов и вирусных идей про конец света, в интернете особенно, играет не материальная выгода, а моральная. Вот если многим людям, как можно большему числу людей омрачить настроение, то от этого, есть такие пользователи, можно себя почувствовать действительно счастливым и свою жизнь на полный глобальным смыслом. По сути, каждая эпидемия слухов, вирусная эпидемия в интернете о грядущем конце света, или, нет, не так, апгрейд, ежегодный апгрейд идеи о скором конце света, это ведь не что иное, как глобальная эпидемия троллинга. Это особая форма троллинга. Запугать людей, убеждать их в чем-то очень неприятном и болезненном. А идея о конце света, она многим людям неприятна, хоть бы они и не верили в то, что это реально наступит во все эти средневековые мифы, но они так или иначе начинают задумываться о чем? Значит, эксплуатация, боязнь и смерти, да. Да, о смерти задумываться, понимаете, напомнить людям о том, что они умрут, но не в прямом виде, не так, как древние латиньи, помни о смерти. Это чтобы жить лучше, жить в достоинстве. Пусть приложить такой перевод, это же правильно. Да, а вот в извращенной форме, то есть косвенно, напомнить о неизбежности смерти для себя, опять же, для близких, для знакомых. И начать об этом думать и включиться в саму эту цепную реакцию вирусного распространения негативных идей и ожиданий, как замечательно для троллинга, правда? Ну, то есть, я так понимаю, тут у нас складываются воедино две вещи, может быть, даже это два разных, скажем так, человека, назовем их группы людей. Одни используют, скажем так, идею конца света для того, чтобы на этом просто тупо подзаработать. Другие, не важно. Вот, другие, это некая такая группа людей, используя комплекс маленького человека, когда нужно запугать других, чтобы себя почувствовать сильнее. Может быть, вот так. Конечно же. И поэтому, прямая рекомендация, обращаясь к слушателям, если кто-то, ну, кроме нас, конечно, расскажет вам о том, что конец света неизбежно скоро наступит, сделайте все, что от вас зависит для того, чтобы этот информационный источник перестал подобные мысли распространять. А если мы расскажем, то тоже не надо слушать. По крайней мере, есть масса стандартных способов выключить телевизор путем выдергивания вилки из розетки, закрыть вкладочку в браузере, если вы на каком-то сайте или на чьей-то страничке наткнулись на такую информацию. Ну, а если это происходит живьем в оффлайне, просто-напросто заткнуть уши. А еще один мой давний-давний учитель говорил, очень давний, многие его даже не помнят, он говорил, никогда не слушайте советов, в том числе и этого. И этой оптимистической рекомендацией, я думаю, мы завершаем нынешний подкаст. Всего вам доброго. До следующего конца света, который, наверное, по традиции будет пропагандироваться и промоутироваться в конце следующего 2014 года. Пока-пока. Подкаст Интернатуре 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 Послушайте подкаст Интернатуре 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 Продолжение следует...